Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 845. События дня. Эпиров. 1 Коринфянам 15.17. А если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. За 7 апреля 2018 года, это суббота была, перед Пасхой. А полностью это звучит так. 1 Коринфянам 15.17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Вот так. Дальше. Отец Игнатий шлет без конца сообщение, только успевая удалять. Слава Иисусу Христу за все. Только что прослушала события дня, как там Володя читал. И вы говорили эти слова. Да благословить Господь всех вас. Я все удаляю. Нет смысла читать и отвечать. Это сват Олег. Бешеный, абсолютно бесноватый. На всю подошву и голову. Трутин, здоровый. 150 килограмм человек сидит, больной. И гоняется за всеми. Пакости пишет. Которые к нему не относятся. А на мои ресурсы заходят. Кто со мной переписывается, их заваливают. Я его злой вепрь. Хряк из леса. Никакой веры, ничего нет. Хоть бы было бы баптист, можно было бы повлиять. А так никак. Игнатий Лапкин. Не знаешь, как заблокировать хряка вепря свинью? Правой стороной мышки нажми на его вверху звездочку. И там будет строка. Блокировать этого пользователя. Мне пришлось в ютубе и тут заблокировать уже более 5000 этих вепрей. Дикие кабаны лесные. Они очень опасные, злобные, страшные. Нурс. Извините, Игнатий Тихонович. Мой папа в 6 часов утра уезжает в Новосибирск. Поэтому мы не сможем прийти к вам. Папа приедет в воскресенье в обед. Игнатий Лапкин. Можете прийти в понедельник в 8.30 утром. Анастасия. Да, Сергей. Но солнце зашло уже суббота. Наступает праздник в Благовещении. Несмотря на то, что суббота страстная, и мы вспоминаем лежащего в гробе Христа, события возвещения о зачате Мессии мы также отмечаем в памяти, насколько я понимаю. То есть вчера как раз суббота была, мы сейчас пасхальная ночь прошла. И вчера попадает 7 апреля, оно всегда в счисле. И попало на страстную неделю в субботу. Вот об этом они говорят. Спаси Христос. Роман Фроликов. Так как мы, люди, существа не только мысленные, памятные, но и телесные, то мы празднуем Благовещение не только воспоминанием мыслью, но и действуем телесно. Мы делаем послабление в посте на этот день. И молитвы прославления в церкви звучат, а Благовещение тоже. Все это ради того, чтобы напомнить нам о радостной новости Евангелия. Чтобы в нас появилось сочувствие к горе людей. Как и мы сейчас, забывши эту радостную новость, чтобы мы, имея любовь к людям, пошли к ним и напомнили себе и им об их спасителе слава ему. Тогда и мы будем радостны от воспоминаний о крестной любви к нам Иисуса Христа. Хвала ему. Вот он из Корана в зал, там все время так говорят, перед себе. Юрий Соболев. С Благовещением, Игнатий Тихонович. Подняли с шести утра предпасхальное настроение. А где слово шести, где? Ой, виноват. Подняли с утра предпасхальное настроение. Паля, не ешь мышку. Еще два дня поста. Там у них огонь из ада вырывается, а им кажется, что это огонь Христов. Это мои слова, они берут и сразу выделяют. Вот я стал прятать людей под вопросами, потому что этот хряк, он все ищет и ищет вепрь. Здравствуйте. Прослушала видео о долгах. Я связалась, получается, тоже с рабом. Мне муж не сказал, какие у него финансовые долги. Мы два года назад расписались. Потом выясняться начало, что первое, скрыл психическое заболевание, алкоголизм. То есть замуж вышла за него. Второе. Зависимость от курения необычная. 10 пачек за 4-5 дней. Долги. Когда-то брал кредит в банке. Коллекторы звонили, потом прекратили. Но долг висит в роде и проценты ведь. По коммуналке с 2014 года не оплачивал долг. Я хотел не быть одна. Причина, почему вышла замуж? А не хотела быть одна? Я себя не возношу. Я не идеально. Но как мне быть дальше? Уехать в Беларусь и не возвращаться? А если тут же остаться, то что ждет? Курить обещал бросить. Не бросает. И я не могу найти подход или метод повлиять. И вроде вдвоем неплохо. Но вот какие опасности? У него нет ни детей, ни внуков. Сестра живет своей семьей за 4 тысячи километров. И что делать мне? У меня сын тоже брал кредит в госбанке на строительство квартиры. Тоже платят. То есть еврейские рабы. А я уже всех этих долгов, меня трясет от них. Я на пенсии на учительской. Она небольшая. Муж мой, Игорь, тоже на пенсии. Вроде 7 тысяч. Или мне смиряться и жить дальше. Или уехать домой. И опять как? Да и стыдно как-то. В таком возрасте пошла на этот поступок. Если честно, одним из мотивов было еще то, что сын самостоятельность приобрел. Семья ведь у него. В общем, все непонятно. Состояние мое внутреннее временами тревожное. Мама моя 80 лет вообще переживает. Что делать? Просто я хочу чувствовать защищенность и стабильность. Она и получила это. А что в голову мужу придет, как поведет себя. Тем более в интернете все каких-то женщин выискивает. Я даже имела грех прочесть одну переписку. Там я называлась просто женщиной, а не женой. Как быть дальше? В нем есть хорошее качество. Я на него и повелась. Может, хоть ваше мнение скажете? Игнатий Лапкин. Апостол Павел предупреждает всех нас уже 2000 лет. Римлянам 13.8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13.7 Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Притча 22.7 Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом-заимодавцем. Что можно сказать? Ты взяла, отдавать надо. Ты знала, что под проценты. Кто тебе поможет? Кто будет работать? Да никак, вы рабы. Рабы презренные. Четвертое царство 4.1 Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею. Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа? Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Не просто в рабы, а в полное подчинение. И делает их евнухами и продает. Матфея 18.25 А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Как строго. Аниташ, ну ладно, ты богатая, она бедная, прости ей. Списывает миллиарды другим народам. Самое первое, не нужно было сходиться с этим человеком. Тут проигрыш полный, долговременный. Ваши вопросы все порождены этим соединением с тем, кто рядом. Но в этом состоянии остается одно. Поручуйте себя Господу Богу. Сидите тихо. Не подглядывайте за сожителем. Это его еще дальше оттолкнет от вас. Она отвечает. Спасибо большое. Прошу вас, поминайте меня в молитвах, чтобы Господь покрыл и пришел мир на сердце. Меня еще мучило то, что не сохранили в молодости с мужем семью. Жизнь была, скажу, заблудшая. Теперь просила и боялась Бога, что мне будет опять грех. Но тут... Да, вы совет дали верный, и я его приняла. Игнатий Лапкин. Нужно было думать об этом, еще доженить бы за мужество. Мой совет опоздал. Да, если бы делал, как должно, вину в другом не искала. По-мирски будет человек вести себя. Мир и покажет ему свое лицо. 1 Яна 4.5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Шестой стих. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. 2 Петра 2.2 И многие последуют их разрату, и через них путь истины будет в поношении. 2 Петра 2.3 И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. 2 Тимофея 4.3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы вслуху. Исайет 30 глава 10 стих. Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестно, предсказывайте приятное. 1 Иоанна 2.15 Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Иакова 4.4 Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, Титул 2.12 Научая нас, чтобы мы, отвернув нечестие и мирские похоти, самымудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Тут добавка выскочила. Она отвечает. Да, я это понимаю теперь. Я в 40 лет к Богу начал идти. И вот, в 56, сейчас мне в 58. Какой хомут надела? Вляпалась, что называется. Видимо, греховная плоть ввела меня в это. В конце апреля я еду домой. У меня мама старенькая. И я хочу, чтобы она не волновалась. Хочу смотреть ее, а дальше виновата сама. Я это понимаю. Только бы внутренне не мучиться, потому что по-человечески ведь есть привязанность. То есть она все еще к тому, что к нему привязаны. «Слава Господу нашему, сладчайшему Иисусу Христу за вас и труды ваши, которым нет в мировой истории». Это кто-то друг в другой пишет, не она. Анастасия. «Все день таинственно» Это написала впереди Наталья, эта усатая. Кавычки открыты. «Все день таинственно прообразовал великий Моисей, говоря, «И благословил Бог день седьмой, ибо это благословенная суббота, она упокоение день, в который почил от всех дел своих единородный Сын Божий, через промыслительную смерть плотью успокоившись и вновь вернувшись к тому, чем был через воскресенье. Он даровал нам вечную жизнь, как единственно благой и человеколюбец». Кавычки закрыты. Из молитв Великой Субботы Шаббат Агадоль. Евтушенко Сергей. Новости. В Китае запретили продавать в интернете Библию. В Китае запретили продавать в интернете Библию. Местные информационные агентства сообщают, что этот метод направлен на то, чтобы снизить интерес общества к религии и связанным с ней бизнесом. Информация о прекращении продаж Библии появилась на таких известных мировых торговых площадках, как Амазон. Чайна. В некоторых магазинах были доступны версии христианской книги с иллюстрациями, а также академические релизы, считающиеся литературными произведениями. Профессор социологии из Китая Фэнган Ян заявил, что если не противодействовать религии, то к 2025 году Китай может стать одной из крупнейших христианских стран в мире. Однако стоит понимать, что это может произойти не из-за того, что там все любят Иисуса, а из-за того, что в стране просто живет очень много людей, человек. Президент Китая Си Цзиньпин раньше говорил, что важной частью культуры его государства является именно буддизм. Что касается остальных религий, то они являются искусственно пришедшими, поэтому их распространение в обществе необходимо контролировать на уровне законов. Евгений Трабко На русском языке Наталья Сата Создается впечатление, что и у людей, и у священства нет евангельской веры, и Писание не читает, бегает за чудесами. Какое значение имеет этот огонь ко спасению души? Никакого. Греки, как всегда, преуспели во всем. Всякие чудеса, кости, мощи, вот это они так торгаши, цыгане. Евгений Сергей, а вы сами туда не хотите, не ходите? У вас возможность такая есть, как я понимаю. Евгений Трабко Нет возможности, нужно приобретать входной пропуск, а на индивидуальном уровне сложно приобрести. Слышал, что армяне продают свои пропуски по 10, по 100 долларов. Евгений Сергей, а просто туда прийти нельзя? Ужас. Евгений Трабко Наталья, арабу шествует, родные наши. Наталья Усатая, у арабов такие футболки с таким знаком и свистом это мне непонятно. В Германии арабы от этих отличаются. От такого шума и свиста не знаю, как там можно молиться. Хорошая прибыль для любителей торгашей и сребролюбия. Получается простые бедные люди не могут прийти из-за билета в 100 долларов. Ужас, до чего дожили. Евгений Трабко Просто не пройдешь. Там все под контролем полиции и сил безопасности. Они пропускают по пропускам. Пропуски обычно дают заранее целым группам. Евтушенко Сергей Да, я уже прочитал. Мало того, даже если ты в группе не факт, что пропустят. Спаси Христос вас, что просветили. Николай Скориенко Поздравляем всех с Пасхой Божьего благословения. Из Астралии. Спаси Господь. У нас уже девять вечера. Выдвигаемся на позиции. Запах из корзинки можно сознание потерять. Евгений Трапко Я недавно вернулся с Иерусалима из храма Марии Магдалины. Собираюсь к ночи в Илеонский Спас Вознесенский монастырь на Пасху. Николай Скориенко Звучит как сказка Иерусалим Наталья Усатая Да благостоит вас Господь Евгений встретить Пасху с радостью. У нас такое счастье нет. Эти которые тут тоже так с барабанами красиво но без футболок и свиста в Греции тоже поспокойнее. Евгений Трапко Пропуски в виде браслетов на руке насколько я понял с этими браслетами пропускают в храм гроба Господня. А браслет пропускной еще надо поискать. Наталья Усатая Путину футболки точно понравятся а осаду не совсем. Наталья Усатая Осад переводится с арабского Лев. Евгений Трапко Наталья сирийцы ваши тоже там думаю. Евтушенко Сергей Ну они ему благодарны хоть какой-то порядок навел а то раздирают страну по кускам безнаказанно. Наталья сирийцы ваши тоже там думаю у них отдельный вход и место заковыкли как я понял из описания в интернете а вот сирийский пропуск Путина всех разорвут из-за русских думаю тоже у моего мужа дядя военный большую должность в армии имеет до сих пор в Сирии с семьей очень благодарны Путину в для востока Путин как отец а президент Германии как мать Игнатий Лапкин куплетов в каждом стихе 9 в куплете 4 строчки и перед тем как ставить через интер куплеты нужно раздвинуть на один удар создать пространство между куплетами которые разделят их без этой операции 36 строчек стягиваются вместе и трудно читать соблюдать рифму можно увеличить время просмотра одного слайда одной страницы а можно увеличить количество слайдов если оставить как сейчас по 9 секунд на слайд то в 20 минутах поместится около 133 слайдов страниц кадров делать по 133 Игнатий Лапкин попробуйте сначала на 90 100 ставят ролики из моих материалов ну и как там они короткие длинные как делать а мы договариваемся как лучше ибо слайды не все же одинаковые по размеру Валентина Сортисон мир всем ух какие страсти кипят огонь Иерусалим шебутные арабы а у нас все тихо тихо и по-русски в четверг была трехчасовая служба с чтением 12 евангелий в пятницу вынос плащаницы и тоже служба 3 часа а сегодня литургия Василия Великого переодели храм в праздничные наряды и завтра рано-рано будем петь Пасху и никаких футболок со свистами и катаний на плечах друг у друга на плечах где был благодатный огонь арабы крестят свистят в храме хорошо слава Богу за все и радость воскресенья трансляции с хода огня тоже не интересуемся там одно и то же всегда суета до драки Виталий Калиников и у меня нет желания идти в магазин в кавычках Валентина Сортисон я уже говорила что у нас в храме не торгуют отчетливо замечается различие между торгующими и не торгующими храмами Виталий Калиников вам повезло Валентина Сортисон да так мы и боролись за это Евтушенко Сергей пасхальная служба это удивительно жалко я не могу в этом году пойти туда пропускать ее не стоит точно Валентина Сортисон благодарение Игнатию Тихоновичу за стихи они такие же радостные пасхальные весенние меня охватили воспоминания весны в России детство и еще чего-то хорошего хорошего Евтушенко Сергей а главное они пронизаны словом Божиим Валентина Сортисон истинно так вот как раз это самое хорошее хорошее и есть Фроликов есть те у кого не открываются аудиофайлы скайпа Валентина Сортисон Роман Фроликов я полностью с вами согласна мы ничем не лучше этих людей стоящих в раме они послушны но не научены горе пастырями и Христос приходил к таким же грешникам и где же нам набраться идеальных приходов у нас нет выбора и поэтому нам нужно приходить и мало помалу стараться менять погоду в доступных нам храмах и не нужно страшиться нас нас никто и никогда не выгонит и как говорил Распутин а Бог это я говорю дополнительно ко вчерашнему вопросу Евгению Тропко Наталья Усатая Отец Игнатий если сможете выставить сразу в интернет пасхальное богослужение хотелось бы посмотреть и послушать настоящее пасхальной батюшки нету не было он приедет только затра утром поэтому записали какое было Володя Паченко записывал я помаленьку буду выставлять но это мне трудно через неделю будет в этом году получается я дома мужа на работу вызвали с утра до ночи ваши стихи я с утра переслала всем и кто вас не знает как отреагирует не знаю спаси Христос ваши общины Наталья Усатая теракт перед митингом в Германии кто-то готовится встретить Пасху а тут теракт в этот день это только доказывает что от смерти никто не застрахован хоть плати самую дорогую страховку Екатушенко Сергей всех с Пасхой Христовой слава Господу Иисусу единому безгрешному Христос воскресе воистину воскресе Наталья Усатая слава слайчайшему Иисусу Христу всех с Пасхой Христос воскрес воистину воскрес Валентина Сортисон Христос Анести Аликос Анести Елена Христос воскрес воистину воскрес Валентина Сортисон Греческая Виталий Калиников Христос воскресе Други Вот так Вчера была такая переписка ночью Ну а тут что у вас во сколько начали считать то вчера апостола Восемь в начале девятого там В начале девятого а закончили полденадцатого Нет Где-то без десяти одиннадцать уже закончили Ну вот остальное тут было показано что сколько там время прошло Двадцать шесть минут Вот надо четыре минуты где-то набрать нам Сейчас я посмотрю какие у нас ресурсы Вот Главный для меня мой мир Вот Леха Что он пишет первый раз Ну если ругань то уберу его Это Леха Значит Какой-то Леха Ну что Там у меня заказчикой идет Чтение апостола Сейчас попытаюсь раскрыть Вот новые люди приходят И Тут как-то меньше Самое такое просто паскудное все Это на ютубе Бесконтрольное Что он тут Еще и нету А почему Если еще нет Это не означает что нету И что выставил Деяния перегнул А вы перезагрузку дали ему Сейчас дать Нет Сейчас откроется Что-то может прислал Так вот узнаем Какое общение Три с половиной миллиарда людей на земле сегодня имеет интернет Половина Даже ужас Как У вас четверо Все четверо каждый в свой угол уткнулся и сидит Что-то нету Ничего нету Вообще ничего нету А вот оно Какое-то здесь поздравитель Христос Воскресе Да Ну Что-то трудно открывается Ага Видишь почему нету Не торопись Нету Значит Это есть А что еще Тоже непонятно Но надо заглянуть на форум Наш форум Здесь Все Я сейчас выбираю Выбираю послать Вот У меня как написано Православный форум Христос Воскрес Проповедь Первая И второй раз Там будет Проповедь Первая Но Видимо Разные Проповеди В другом формате Вот Сколько набрал Стихи о Пасхе Пасха Христова Православный Форум Игнатия Лапкина Новостей Библии Вот Это Все Сейчас Вот Сколько Есть Вот Роликов Все Будут Посылать Все Утро Тут Корябался Корябался Нашел Я Сейчас Что Послать Дальше Ну У нас Вот Православный Видеоканал Ну Кто-то Заходит Один Ну Глянуть Если Ругается Ну Не Не Знал Я Что Такое Вот Здесь Вот Всю Пакость Пишут А Вот Смотри Что Получается Вот Здесь Хорошо Я Сейчас Уберу Это Пока Ничего Нету А Вот Здесь Можно Обновить Вот Последнее Игорь Считает Лебунов Сколько А вот Сколько Попробую Сказать 20 просмотров 20 А здесь 99 О Концерт Смотрели 99 Посмотрите Ну События дня Ну И Самый Большой Ресурс Это Православный Библейский Сайт Вот Это Справа Вопросы Ответы Тут Больше Ничего Не сделать А тут Это То же Самое Вот Это Вот Показать Это Как Цифры Показывают 61 Параметр Сколько Умерло Сколько Продали Сколько Газет Сколько Запасов Все Непрерывно Цифры Летят Просто Вот Такое Движение Еще Больше У меня Ничего На сегодня Нету Приготовились К Пасхе Побыли Трапеза Была Концерт Детский А потом Вот Вернулись Спаси Христос Слава Христос Голубей Пока Не трогай Вот Она А ну Ка возьми Вот этот На его Закончи Как следует Я его Оторву Держи Все Закрой Да Там Покажу